Дорогие коллеги, дорогие друзья, очень рад находиться в вашей компании и хотел бы, чтобы ускорить презентацию, начать несколько в другом ритме. Я руковожу уже около 10 лет санаторием Министерства обороны Центрального военного округа. Это три санатория, которые располагаются в центре России. Санаторий Волга в городе Самара, санаторий Чебаркульский в городе Чебаркуль под Селябинском и в Новосибирске санаторий Ельцовка. То есть, представляете, Центральный военный округ занимает практически половину страны, от Северных до Южных морей и Сибирь, и по Волжье, и огромное количество военнослужащих, действующих пенсионеров Министерства обороны замыкаются в рамках исполнения государством 76-го федерального закона на наших трех санаториях. Санаторий Центральной полосы, что они себя представляют? Вы можете представить себе санаторий Крыма, санаторий побережья Черноморского или Кавказа, Северного, и санаторий по Волжье, Урала и Сибири. Конечно, разница очевидна, и специфика этих санаториев тоже очевидна. Соответственно, моей целью всегда в моей работе было создать привлекательность нашим военным санаториям с средней полосы России. Каким образом? Ну, море до нас провести сложно, и другие атрибуты красивого пляжного отдыха тоже. И мы сделали упор на развитие медицинской составляющей. Не буду рассказывать, это большой длинный путь, он с переменным успехом, но тем не менее мы постоянно находимся в этом пути. И вот в 2017 году на форуме «Армия-2017» мы увидели одиноко, сиротливо стоящий на стуле, экзоскелет. Он очень нам показался интересным. Мы долго искали, кто хозяин, собственно, но вот нашли на свою голову, и последние несколько лет мы с этим экзоскелетом уже настолько срослись, кажется, что мы уже у него и ходим постоянно. Значит, цель работы в Министерстве обороны или в здравоохранительском Министерстве обороны с таким аппаратом, как экзоскелет. Конечно, он не может быть у нас единственным профильным аппаратом или каким-то особо востребованным, но в целом в рамках той медицинской помощи санатором курортного обеспечения, который мы оказываем не только контингенту Министерства обороны, но и гражданскому усилению страны. Этот аппарат имеет огромное значение, имеет огромный смысл в комплексе тех мероприятий медицинских, которые мы оказываем вышеоказанному контингенту. Я попытался в своей презентации показать ту работу, которую мы проделали за последние несколько лет, именно по внедрению этой методики. Но в частности, на этом слайде видно, что проведена работа во всех трех филиалах по оборудованию медицинских кабинетов, по внедрению, применению аппарата экзоскелет. Аппарат экзоскелет пока куплен в единственном числе, он находится в санатории Волга, города Самара. А в других санаториях он находится как бы временами, когда компания экзоскелет опробирует очередной свой аппарат или мы из Волги туда его делегируем. Но оборудованные помещения оборудован и обучен медицинский персонал. В 2018 году, например, в городе Кисловодске мы показывали этот аппарат на форуме «Здравница» и вызвали огромнейший интерес всего санатория курортного сообщества Северного Кавказа, в том числе, в частности, губернатор Владимир Владимирович лично несколько раз приходил в нашу экспозицию, трогал, смотрел, как это работает. Я думаю, что это тоже, конечно, развитие данной методики сослужит добрую службу. Ну, не буду говорить, какие призы мы завоевали, но в частности, специальный приз Российской Академии наук за внедрение эвационных технологий в систему оздоровления и реабилитации на служащих. Не в последнюю очередь это благодаря вышеуказанному аппарату. Ну, в 2019 году также мы показывали свою работу. И в июне 2019 года мне довелось по поручению командующего Центрального военного округа доложить о работе с новым инновационным аппаратом в военном санатории Волги, Волга в санаторийно-корротном комплексе Привожский, лично министру обороны России, Шойгу Сергею Кужугетовичу. Естественно, фотографии с этого закрытого мероприятия я предоставить не могу, но хочу, чтобы вы поверили на слово более всех других представленных военных, интересных, поверьте, всяких штук. Наш министр обороны задержался у экспозиции именно с экзоскелетом. В результате возникло поручение военной медицинской академии Кирова, санаторийно-комплексу Привожский, санаторий Саргский военный, знаменитый, участвует также в этой программе научно-исследовательской, обосновать для министерства обороны эффективность работы именно с данным медицинским аппаратом. В настоящее время работа в полном разгаре, и здесь присутствуют представители военной медицинской академии Кирова, уважаемые наши коллеги и партнеры, которые в данный момент склоняются к тому, что да, действительно достаточно эффективная эта методика, и скорее всего будет рекомендована к внедрению в военно-медицинские учреждения Министерства обороны. Новость последнего часа, о которой я, наверное, все-таки скажу, также получил я от коллег из Академии Кирова, буквально несколько часов назад пришла новость, что Министерство обороны намерено расширять работу по оказанию услуг по медицинской реабилитации второго этапа в военно-медицинских учреждениях, в том числе, я так думаю, санаторий курортного типа, поскольку санаторий Волга пока единственное учреждение Министерства обороны, которое работает с реабилитантами на втором этапе реабилитации. Это большая победа, и я думаю, что на этом пути мы набили немало шишек, нажали немало врагов себе, но в итоге, как троянский конь, войдя вот с этой идеей в мозг Министерства обороны, крайне, как это, крайне такой организации консервативной, мы вот пока уже надеемся, что это получится в развитии. Это очень здорово, это своего рода победа. Что значит для Министерства обороны, для санаторийно-курортных организаций военных внедрение экзоскелета? Ну, конечно, это способствует скорейшему возвращению строя действующих военнослужащих, ну и важным вставляющим фактором успешного применения экзоскелета является его пропаганда, как нового метода медицинской реабилитации. Благодаря наличию экзоскелета в филиале клинической санатории Волга мы имеем преимущество при выборе реабилитационного учреждения лечащим врачом. То есть я потихонечку подбираюсь к тому, что санаторий Волга и санаторий Ельцовка в Новосибирском, Чебаркульский получает необходимые лицензии, докупает оборудование. У нас, поверьте, очень скромные средства для этого всего, и тяжело нам все это дается. Но, тем не менее, уже два санатория вошли в систему ОМС. Санаторий Волга работает уже третий год с системой ОМС, то есть получаем мы пациентов из фондов обязательного медицинского страхования, в том числе и по второму этапу. У нас в этом году рекордное количество, более 400 пациентов мы получили в Самаре, в Самарском регионе. Безусловно, этот опыт заразительный, Министерство обороны, слава богу, это ценят. Ну, что мы там стимулировали вхождение в ОМС? Спрашивают, для чего тебе это надо вообще? Для чего? Ну, сиди, сиди, жди там пенсии или чего. Но, вхождение в систему ОМС стимулирует что? Кадровую работу. Когда мы получаем дополнительное финансирование по ОМС, а там львиная часть оплаты, это зарплата причастных, соответственно, к нам идут лучшие специалисты в надежде получить достойную оплату своего труда. Современное медицинское оборудование, которое не только работает на тех, кто приходит из фонда обязательного медицинского страхования, но оно также работает точно так же на контингент Министерства обороны. То есть, как бы мы, развивая работу системы ОМС, также и повышаем уровень ослуживания медицинского персонала Министерства обороны. Это, безусловно, способствует развитию. Получение лицензий, дополнительных, необходимых – это все развитие. Также мы разрабатываем стандарты медицинской реабилитации, активно их употребляем, что является достаточно редким и, в общем-то, непростой функцией. Приобретаем программные продукты, внедряем электронную защиту в систему информации, обучаем специалистов. И, в общем-то, все это дает в целом загрузку номерного фонда. Организованно оснащено отделение медицинской реабилитации. Вот кадр работы упоминал. Современное медицинское оборудование, клинические протоколы утверждены в Минздраве в Самарской области. Стандарты медицинской реабилитации утверждены и активно используются. Не буду. Вот, значит, маршрутизация пациентов. Это вот на опыте работы с Минздравом в Самарской области можно показать, как идет маршрутизация пациентов. То есть лечебное учреждение через городскую поликлинику с соответствием эпикризом направляет в клинический санаторий Волга. В отделение медицинской реабилитации на 30 коек. Бригады врачей и аниматологов, поскольку второй этап это люди, которые, ну, как условно, живые. И осмотр мультидисциплинарной бригады. То есть создана мультидисциплинарная бригада, к каждому пациенту индивидуальный подход вырабатывается. И только после этого мы начинаем составлять реабилитационную программу и, собственно, реабилитация. Реабилитация достаточно эффективная. Ну, вот выписка одного из разработанных стандартов, в котором, вы видите, красной полосой фигурирует роботизированная механотерапия при забывании ЦНС головного мозга. То есть экзоскелет. Это, конечно, очень привлекает к нам специалистов или пациентов-стационаров, которые, значит, нуждаются крайне в реабилитации. И при выборе медицинского учреждения, конечно, это все перевешивает нашу пользу. Ну, собственно, вот статистика, по которой с 17-го года мы провели реабилитацию, это, значит, 51 пациент. Кроме того, хочу сообщить, что, значит, аппарат экзоскелет не является, как бы, единственным аппаратом, который делает нам всю погоду. У нас оснащение санаториев, причем всех трех, позволяет комплексно подходить к каждому пациенту. Мы активно применяем аппарат РТ-300, экзоскелет, ну и разработка Академии медицинской города Самары, аппарат Ревайвер, это аппарат со стимулированием мышечным пациентов с расстройствами подобных, которые применяются экзоскелет тоже. Ну вот. Индивидуальный подход, безусловно. Значит, 92,9% смогли передвигаться без сторонней помощи технических средств реабилитации. Без динамики осталось 7,1%. Экономические аспекты. То есть, мы долго готовились, вернее, долго размышляя, когда готовились к данной презентации, к данному выступлению со своей командой, мы думали, как же показать, что как здорово мы зарабатываем на аппарате экзоскелет. Но, вы знаете, вот честно говоря, ну не смогли мы такой вот, скривя душой сказать, вот так мы заработаем, вот так. Вот, когда мы рассматриваем этот аппарат как в составе комплексом всех остальных, значит, применения остальных аппаратов, остальных методик, и при работе с фондами обязательного медицинского страхования, конечно, аппарат экзоатлет придает учреждению больший вес, большую привлекательность. К нам активно идут, даже больше тут играет роль сарафанное радио, к нам активно идут клиенты, кто крайне в этом нуждается. Я в прошлом году выступал, называл там пациент К, пациент Б, которые так, так, это чудеса. Мы к этим чудесам уже привыкать начали, мы привыкли к ним, я уже сегодня не буду, наверное, рассказывать про все про это. Но вот эта молва несет все эти чудеса, и к нам в санатории устремляются толпы желающих начать ходить и социализироваться. Это значение аппарата экзоатлет, экзоскелет трудно переоценить в этом смысле. То есть в составе комплекса медицинского оборудования и перечень других медицинских услуг этот аппарат мощнейший репер, которым держится привлекательность нашего учреждения, что позволяет решать в том числе и финансовые вопросы. Ну, здесь мы приводим стоимость курса лечения, то есть когда мы реабилитируем на втором этапе работы в системе ОМС. Вы видите, в зависимости от сложности пациентов, как меняется сумма курса лечения. Это суммы крайне привлекательны для Министерства обороны, я думаю, для любого медицинского учреждения, но это реальные суммы, и они позволяют нам учреждению сводить концы с концами, развиваться дальше. Ну, достаточно сказать, вот нашли такой вот, подумали, что будет интерес в 2016 году, от приносящей доход деятельности вот был такой столбик, а стал вот в 2019 году такой, тем более, что год еще не закончился. Ну и, в общем-то, активно повышает квалификацию наши специалисты. И все три санатория, в общем-то, готовы и дальше работать с компанией «Экзоатлет» и на благо Министерства обороны, на благо государства. Мы готовы работать и дальше. Ну и, уважаемые коллеги, вот просто как бы вот, сейчас вот достану свой телефон, у меня пришло сообщение буквально вот несколько, некоторое время назад. Санаторий Чебаркульский. Спинальная травма, Руслан, 38 лет, травме 15 лет назад. Ну, нескладно так вот пишут, почему-то волнуются. Сам стоял после третьей процедуры. Ну, то есть, я так понимаю, что он сам встал после процедуры третьей на экзоскелете и сам сел в машину. Вот и фотографии его, смотрите, как молодой, энергичный. Я думаю, что это большая победа компании «Экзоатлет», их энергии можно позавидовать. Настолько они молодцы в этом плане, современные, энергичные, энтузиасты, что наш коллектив по неволе тоже зарождается этой энергией. За это им вам огромное спасибо. Вам спасибо. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова